То, что касается обращений, жалоб, заявлений участников избирательного процесса, мы по ним с вами достаточно подробно вчера в ходе трех пресс-конференций говорили, поэтому я только тезисно напомню. Поэтому окончательные цифры, конечно, мы обращали внимание прежде всего на то, сколько заявлений и обращений было в день голосования, 8 сентября, поскольку по закону они разрешаются немедленно, ну и понятно, что это такие самые основные обращения, самые основные заявления. Так вот, их поступило у нас 27, в основном все они нашли свое отражение на так называемой карте нарушений ассоциации голоса, предполагаемых нарушений, 27 обращений, все они были разрешены и подтвердилось или частично подтвердилось всего 8 из них. Мы с вами говорили, что в основном это были вопросы, связанные с нахождением членов комиссии с правом совещательного голоса на избирательном участке, возможностью вести фото, видеосъемку. Достаточно оперативно на вот такие узкие места, проблемные места реагировала и территориальная комиссия окружная. Мы направили специальное письмо, я об этом уже вчера говорил, с настоятельной рекомендацией нашим коллегам участковых избирательных комиссий максимально лояльно относиться к членам комиссии, к наблюдателям, особенно то, что касается фото и видеосъемки. Понятно, порядок должен быть, понятно, председатель участковой избирательной комиссии определяет место, где находится человек и ведет фото и видеосъемку, но чтобы не было вот такой какой-то агрессии, чтобы не было каких-то жестких моментов. Поэтому эти рекомендации соблюдались, поскольку все эти вопросы в первой половине дня были сняты.